7 июня в Бишкек прибыл первый пассажирский поезд «Ташкент-Балыкчи». В Кыргыз-Темир-Джулу сообщают, что данный маршрут будет курсировать исключительно в летнее время, до конца августа. Основная задача этого состава – привлечь к нам больше туристов из соседней республики. Это сообщение, которое призвано реализовать те туристические программы, проекты. У нас очень привлекательное озеро Иссык-Коль. И жители соседней республики есть желание отдохнуть, поправить здоровье. При этом в управлении железных дорог отмечают, что это уже второй сезон курсирования данного поезда. В прошлом году он начал ходить в марте месяце. Но из-за малого турпотока весной, в этом году было решено пускать составы исключительно летом. И хотя сам этот поезд и узбекский, он поможет Кыргызстану привлечь больше туристов. Так, в новом поезде есть места как для обычных туристов, так и со статусом ВИП. В управлении железных дорог при этом утверждают, что организованным группам у них предусмотрены скидки. Всего от Ташкента до Бишкека поезд идет 20,5 часов. И еще 4,5 часа вам понадобится, чтобы доехать до города Балыкчи. Вот и в департаменте развития туризма Кыргызстана подчеркивают важность такого транспортного направления, отмечая тесное сотрудничество с узбекской стороной. Так, к примеру, месяц назад представители турдепартамента Кыргызстана подписали в Ташкенте около 300 контрактов на сумму более 5 миллионов долларов. Я думаю, что именно этот показатель дал дальше толчок к тому, что возобновилось железнодорожное сообщение между Ташкент-Башкек-Балыкчи. 27 июня мы будем встречать первый чартерный самолет в аэропорту Высокольской области, села Тамчи. Также возобновились автобусные рейсы между Ташкентом и Башкеком. Да и в целом в этом году Кыргызстан ожидает рост потока туристов на 10-15 процентов, обещают в департаменте. Так, согласно статистике, в прошлом году нашу страну посетило около 7 миллионов человек. Из них полтора миллиона в качестве туристов. И эти показатели должны вырасти благодаря ряду мер, которые предпринимают в Минкульте. Это и международные выставки-ярмарки, где наши туркомпании рассказывали о потенциале нашей страны в туриндустрии. Ну и, конечно же, открытие новых транспортных сообщений. Антон Чепегин, Телег Джиматаев. Новости Ошперим.